Воздушные бои и размышления о судьбах Родины. На экраны страны наконец-то вышел фильм Алексея Германа-младшего «Воздух». Это долгожданное событие для отечественного кинематографа, так как фильм уже демонстрировался за рубежом. Российского зрителя он нашел только сейчас. Сибирикам повезло. С ними в онлайн-режиме пообщался сам автор фильма. Константин Клещин побывал на премьере. В нашей стране от режиссера требуется большая смелость, чтобы серьезно заявить себя на такой теме, как авиация. Ведь уже сняты в бой идут одни старики, небо балтики и торпедоносцы. Кстати, последний фильм снят по мотивам рассказа деда Алексея Германа Юрия Германа. Наверное, поэтому в новом фильме так узнаваема стилистика торпедоносцев с их нарочитой документальностью. Никуда не сойти из дороги, проторенной Леонидом Быковым, у которого в бой идут одни старики, которые пару месяцев назад были желторотиками. Впрочем, и сам автор от великого наследия не открещивается. Понятно, что мы оглядывались на советское наследие, мы не хотели его повторять, потому что люди другие, киноязык другой. Вот смотрите, есть там блестящий фильм «На войне, как на войне». Мы абсолютно не потендуем, что мы можем сделать фильм «На войне, как на войне». Но не держать в голове, как они старательно, как-то искренне его делали, невозможно. Поэтому да, мы держали в голове. Именно старание и самоотдача – это то, в чем в ближайшее время вряд ли кто-то превзойдет авторов воздуха. Плюс масштаб и новые возможности кинематографа. И вот на экране напряженное и реалистичное действие – воздушные сражения. Фильм хороший, очень достоверный, очень душевный. Основное, безусловно, это люди в фильме. С точки зрения технических вопросов, на мой взгляд, достаточно все профессионально сделано, правдоподобно. И все-таки фильм «Воздух» не только зрелище, это скорее дискуссия. Очередное историко-политическое осмысление прошлого, о чем свидетельствуют диалоги героев, адресованные больше зрителям, чем их участникам. Ну что скажешь, инженер? Тягу повышать нужно. Фриз быстрее. Наши двигатели перегреваются. Мы когда с немцами по силе сравняемся, скажи честно, у нас даже радиостанции хуже. Именно в контексте современных споров о прошлом и кроется значимость фильма. Герман-младший не оставляет героев в фатальном состоянии поиска виновных в неудачах и просчетах. А вкусив сладость победы, герои говорят, что трудности их закалили. Тыл крепкий, новая техника не хуже вражеской. Мне кажется, что как раз вот этот основной вопрос фильма, что все-таки первично, родина или человек. Потому что ведь и фильмы отвечают на вопрос, что и родины без нас невозможно. Но и мы без нее никуда. Где родился, там и пригодился. Иными словами, история остается историей, а не переоценкой прошлого с колокольни наших дней, с политическими целями. Константин Клещин, Евгений Агеев, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова